Как зарабатывает Эйжан Нурмагомбетова? По-разному. Сколько вы стоите, чтобы вас пригласить на той? Я иногда часто спрашиваю артистов, когда говорят, спасибо вам, что вы в своем плотном графике ваших выступлений, концертов, нашли время, пришли к нам в этом плотном там. И когда говорят, вот там времени нет, и все, потом спрашиваешь, что действительно у вас там много, что три месяца без работы сидим? Ну зачем тогда говорить с экрана телевизора, да что три месяца уже работы нет, там этого вообще нет. А вот говорить, уже лучше быть, чем казаться. Поэтому по-разному бывает. Иногда везет, иногда бывает так, что человеку хочется, чтобы именно... Ну чаще всего, вот я замечаю и говорю, что сейчас на самом деле больше зарабатывают, наверное, не артисты, а те люди, которые организовывают концерты артистов. Честно, вот корпоративов и так далее. Потому что никогда не знаешь, сколько за тебя попросили и сколько тебе отдали. Конечно, там... Но я все время всех обзванивала и говорила, берите сколько хотите, вот есть какая-то энная сумма, вот ее отдавайте. А какая это одна сумма? По-разному. По-разному. Сколько нужно в бюджете заложить, чтобы вас пригласить на свой праздник? Есть выступления в Алмате, есть выступления на выезде. В Алмате сколько стоит? Есть корпоратив, есть свадьбы, есть юбилей, есть детские праздники. По-разному. Ну хорошо, от тысячи будем говорить до пяти, хорошо? От тысячи до пяти? От тысячи до пяти, смотря у кого и что. То есть всегда можно договориться? Да. Но правда иногда бывает, что есть знакомые, которые говорят, у моего брата там, пожалуйста, пожалуйста. А потом думаешь, у моего брата там, у моего родственника. Что-то много у него братьев, что-то много сестер. Вот тогда ты начинаешь призадумываться. А работы много сейчас? Как сказать? Ну вот январь-февраль, можно считать, что был мертвый сезон. Но в январе у меня были съемки, и поэтому для меня это было нормально и хорошо. То есть как-то вот это творчество, оно отвлекает тебя от того, что, ну где-то так, вот январь-февраль, март, вот, ну мало. Ну одно-два выступления в месяц. Не верьте, если кто-то говорит, что каждую пятницу и субботу и так далее. Ну мне, например, позвонили, да, и сказали, можно вас пригласить туда-то, туда-то? Я сказал, да. Сказали, Талдыкурган. Я сказал, ну они говорят, ну пожалуйста, вот там-то, тут. Я сказал, хорошо. Они говорят, а мы, сколько? Я говорю, три. Они говорят, а можно две, можно две. Я говорю, хорошо, две. Подходит ближе эта дата. А я говорю, а что это? Не звонят. А оказывается, другая певица согласилась за штуку поехать. Ну вот так, бывает так. А помимо сцены, у вас есть другой заработок? Я на это всегда отвечаю так. И чего только у меня нет. Ресторана нет, кафе нет, заправки нет, фитнес-зала нет. Почему? Салон окрасный. Не знаю, я не умею. Я заметила за собой такое вот, что я не экономист. Когда ко мне приходят деньги, они так же и уходят. Но я могу сказать, что они уходят не только на меня. То есть о себе я думаю, наверное, в последнюю очередь, как о женщине вот так в жизни. Если у меня будет выбор что-то сделать для сцены или для себя в жизни вот так что-то купить, я выберу сцену. То есть туда для работы я сделаю, а здесь нет. А бывают периоды в жизни, когда вы нуждаетесь в деньгах? Конечно. Конечно. А зачем врать? Конечно нуждаешься. Потому что в жизни же все бывает. Я, например, помню, как я лежала год после аварии. И это был 2000 год. Можете себе представить, что у нас есть зарплата в казах-концерте. И она очень маленькая. А тогда была еще меньше. А тогда была как у всех. А вот сейчас, с 2005 года, честно говоря, она совсем маленькая. Потому что мы почему-то с 2005 года стали не казах-концерт, а казах-ауэндеры, а ОО. И поэтому в то время, когда во всех театрах у всех артистов поднимали зарплаты, у них у всех больше, у нас в казах-концерте, который филиалом является ОО, где работают действительно звезды, это вот и Роза, у нас Роза Тажбаевна, все, вот Сарат Миштыгу, у нас очень маленькие зарплаты. Но мы... Сколько? Ну там 50 с чем-то тысяч. Как это? Ну, на бензин, наверное, хватало бы там. А какие обязательства? Вот вы как солистка казах-концерта должны выступать периодически? Вы знаете, мы гордимся тем, что в казах-концерте и группа Меломен, и группа Музарт, и у нас есть великолепный инструментальный ансамбль народных инструментов Алпеса. Это вот, понимаете, это... Мы гордились этим, гордимся. И мы не из-за этих денег там работали. Я как-то потому, что я привыкла, у меня, получается, за все эти годы три записи в трудовой книжке. Это ОМА, это ансамбль Гульдера, вот сейчас казах-концерт, у меня три записи в трудовой книжке. Не знаю, я так привыкла. Год аула, да, это же мы объезжаем. И вот за эти маленькие деньги, которые мы даже и не считаем, мы объезжаем двумя группами всю Алма-Атинскую область с двумя трупами, всю Джамбульскую область, всю Козлардинскую область. Понимаете, концерты, обслуживание населения. Нас всегда воспитывали, что мы обслуживаем население. То есть мы доносим им то, с чего они, ну, если не приедут. Потому что в последнее время концертов уже нет. И привыкли, там, день города, там какой-то наурыз, приехал, вышел из машины, в чем есть, пошел, пять песен, три песни спел, получил гонорар и уехал. Это же не концерт. Концерт это по-другому совершенно. И еще, я никогда не забуду, я как-то одно время, когда вот была перестройка, и концертов вот так не было, да, я как-то сказала, и нас еще гоняли, мы по санаториям концерты давали и в школах. Я сказала, ну, стыдно же в школах, Роза Тажибаевна Багланова стала и сказала, когда вот такой мальчик, маленький, в школе, который учится, станет старцем, седовласым, когда нас не будет на этой земле. И когда увидят там в стиле, ретро будут показывать, и он увидит нас, и он, седой старик, скажет, эй, мне, ну, как ты, блин, там, типа скажет. Вот это и называется остаться в памяти своего поколения, потому что в истории никто не останется. В истории останется, вот говорили, маленький политический деятель во время Аллы Пугачевой, так как, в истории останутся, ну, такие корифеи, я не знаю, это, наверное, Мухтар Ауэзов, это, наверное, Абай, а мы, не знаю, при нашем отношении к эстраде. Хотя многие артисты молодые, уверены, что они останутся в истории. Пусть песни останутся, я горжусь, если моя Менди Пуэла хотя бы останется, я буду счастлива. Смотрите, в Казах-концерте вы сами только что сказали, что есть также группа Музарт, но Музарт зарабатывает большие деньги сегодня. Чтобы пригласить группу Музарт, нужно в бюджете заложить как минимум 10 тысяч долларов. Они этого достойны, и такую цену они называют тогда, когда едут с живой группой. И потом не забывайте, сколько их человек, а если это разделить? Почему вчера выскочившая девочка, которая, неизвестно, сама поет или не поет, просит 8 или 5, а Музарт их 3 человека и великолепные музыканты, если это все поделить на них, получится меньше, чем у нее. Вот же как, правильно? И Музарт это Музарт. А как вы думаете, от чего сейчас зависит успех артиста? Наверное, вот успех Музарта, да, они были первыми, которые вот эти песни, которые пели наши папы и мамы, эти песни они сделали очень грамотно. Это очень высокий вкус музыкальный, понимаете? И они вот, Мирамбека возьмем, Сакена, да, они великолепнейшие музыканты, и у них тонкий настрой душ, сердец. Понимаете? Когда они что-то делают, они делают это от такой души, что у тебя мурашки по коже, мурашки по коже, и ты сопереживаешь, и ты там внутри. Вот это и есть. А не красивый костюм там, или что-то еще. Ну, Кайрат Нуртас тоже очень популярен сегодня? Ну, он тоже нашел что-то, какую-то свою струну. А к его творчеству как относитесь? Ну, он собирает залы, и это имеет место быть, и если он нравится публике, почему? Ну, Стас Михайлов нравится же, и женщины же умирают по его творчеству иногда. Ну, вспомните то время, когда был «Ласковый май». Я когда слушал это, он думал, что за белые розы, что за... Ой, как... Я говорила, какая примитивщина. А я видела, как все визжали, и все это. Мне казалось это примитивным. А потом, спустя много-много лет, он приехал во дворец республики, и собрал такой полный зал, и когда никто не ожидал. И тогда я... И меня кто-то попросил достать пригласительный. Я сказала, как? А они говорят, это наша юность. Да. И потом сейчас, когда слушаешь песню, ладно, не белые розы, а я хочу, я хочу опять. Девчонок там... По крыше бегать. По крыше бегать. И так ловишься на том, что тоже это была твоя юность. Ну, почему-то мне немножко, конечно, другая музыка нравилась, но сейчас это уже как ностальгия. А сколько вам лет? Мне глубоко за 40, мягко говоря. Но вы чувствуете свой возраст? Когда вы собираетесь на заслуженный отдых? Я чувствую свой возраст, когда утром встаешь, и если ты болеешь, вот тогда ощущаешь. А так нет. А такое часто происходит? Ну, вот сейчас я болею, да. Вот я очень часто поступаю. Но, тем не менее, вы прилетели в Астану. Да. У вас сегодня был очень такой насыщенный съемочный день. Да. Ну, потому что я решила убить сразу двух зайцев, как раз еще и в парикмахерскую сходила, голову покрасила. Видите, насколько я откровенна, да. Я очень не люблю, когда мне говорят о пай. Но слово татье, да, вот на Западе, где-то на моей родине, татье говорят, в нашей стороне говорят мужчинам. А здесь вот на юге, говорит, айжан татье, и все. Мне очень хотелось, чтобы мне говорили. Ну, вот, например, Александр Шевченко и Эльбек Уралбеков. Это молодые парни-композиторы, да. Когда я с ними познакомилась, им было 18-19 лет, да. И это был 98-й год. Сколько им сейчас лет? Тогда я была для них айжанка, и сейчас я айжанка. Саша Шевченко может повернуться ко мне, я ему санеку, он говорит, айжанка. Ну, что ты? Вот, давай вот это, давай вот это. И мне это приятно. И если столько лет прошло сейчас, 15 лет получается, да. И если 15 лет они от меня не отвернулись, им со мной интересно, значит, я не старая. Это первое. Второе, я ловлю себя на том, что со стороны, наверное, иногда могу казаться смешной, наверное, смотрит, думаю, ну, старуха, там, типа, это. А я только когда остановлюсь и думаю, что же я делаю? А мне хочется иногда сбацать, там, а, там, что-то такое. И думаю, наверное, это смешно. Я помню претензии своего сына. Он мне говорил, мне не нужна подружка, мне нужна мама. Я помню, в одном из интервью вы говорили о том, что друзья вашего сына заинтересовались вами. Это было так, что он случайно мне сказал, он учился тогда в университете и сказал, можешь приехать, мы сегодня идем туда, у меня там, ну, что может попросить пацан, сказать, у меня денег там не хватит и так далее. Только ты ко мне не подходи. Я сказал, он говорит, я тебя увижу, подойду сам. А я тогда была, это еще было до 2000 года, я там похудее была, там, сорок, скобка, восемь килограммов и с хвостиком так, с хвостом. В шортиках? Вот в шортиках, не ходила я в шортиках, честно не ходила. Почему у меня образ шорты? Нет, не знаю. Шорты у меня, если были, то вот такие длинные, это было намного позже, когда вот так у тебя ботфорты, а шорты чуть ли не закрываются по гидро, вот так я ходила, вот, ну, не короткие. И вот я пришла, и вот так издалека, он говорит, я тебя видел. И вот идет, значит, опозоны посмотрели, так, куда это он пошел, он ко мне подошел, я не говорю, что за тёлка? Он говорит, ну вот видишь, ты так одеваешься, что за тёлка, это не тёлка, это моя мама. Я говорю, ну а что? Ну, если во мне 46 килограммов, да? И тогда я моложе была, это же на сколько лет я моложе была-то? Господи, на 15 лет моложе. Вот, что за тёлка? Он говорил, что я хочу, чтобы была мама. Что такое мама? Мама, я не знаю, что такое мама. Ну, для вас важно быть всегда молодой? Мне хотелось бы быть, чтобы моя душа не старела. Это не обязательно. Вот если бы я так сильно переживала за эти морщины, я бы уже давно сбегала бы. А я ещё ничего не делала. Даже мои, вот, считается, что им должно нравиться, что я ещё не ходила. Они говорят, что ты не сходишь? То есть неужели вы ещё ничего? Ну, видишь, веки висят. А веки у меня свои есть. Это если вот это лишнее средство, свои веки откроются. Это он, грыжу под глазами убрать же надо, да, а вот это бы можно было подтянуть, а вот это, которое... А сделать ботокс, чтобы брови не сдвигались. У всех же сейчас вот так вот раз, всё. Ну, я пока не делала, но чувствую, что уже надо. И я никого не осуждаю. Как великая София Михайловна сказала Ротару, почему я должна нести красоту со сцены, зачем кому-то нужна моя старость. Готовясь к нашему интервью, очень много информации смотрела в интернете, искала информацию о вашей личной жизни, может быть, какие-то компрометирующие, да, факты, но ничего не нашла. Ну, потому что, наверное, в этом году будет уже 25 лет, и 25 лет из моих 30 творческой деятельности только. Я живу как с одним мужчиной, и этот мужчина находится рядом со мной все эти 25 лет 23 с половиной часа в сутки. Так что, если бы даже и хотели, я не даю такой возможности. Я просто могу сказать, что это, наверное, моя такая страховка, что вот рядом. Ну, захоти, скажи что-нибудь. Ну, как ты скажешь, если он всё время рядом. Я даже когда подписываю фотографии, там, афиши, что-нибудь такое, я первым делом спрашиваю имя супруги. Она говорит, нет, мне, мне, я говорю, нет, нет, мне потом не надо, чтобы жена с подружками сидела так за чашкой чая и говорила, вот, 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 вот это, типа, вот она, типа, вот, и каждый что-то бы, а так, нет, ей и ему с уважением, вот так, и всё время рядом, может. Ну, наверное, это подстраховка какая-то, потому что для меня очень важно было, знаете, есть такая пословица, уж лучше грешный быть, чем грешный слыть. Ну, я знаю, например, были мужчины, которым я нравилась, да, и которые хотели, наверное, чтобы вот пообщаться со мной, что-то там, как-то, причём мужчины не самые последние. И один из этих мужчин, поняв, что такого не будет, что я остаться могу одна, и что ко мне как-нибудь можно, да, он сказал, конечно, я тебя уважаю, но если я когда-нибудь услышу где-нибудь, ну, типа, это, то, мол, мне приятно, что говорят такие слова, что уважать перестанет, что уважает за то, что вот не слышал. Ну, а так, я не могу сказать, что мы, может, самый там лучший или какой-то, мы можем иногда, мы как два козла на узкой тропинке у нас, всего было и есть, по-всякому. Ну, ваш супруг уже был рядом с вами, когда вы попали в ужасную аварию? Он был за рулём, он был за рулём, он единственный, кто остался в машине, он переворачивался вместе с машиной, а мы в это время вылетали. Это был 2000 год? Да, 2000 год. Если я до аварии была какая-то, я хочу это сделать, я хочу это сделать, сейчас я говорю нет. И когда меня спрашивают там о каких-то планах, я говорю, есть такая хорошая пословица, послушать Бога, расскажи ему о своих планах, потому что мы можем предполагать. Поэтому я сегодня всегда говорю, да, васа, лавьюса, как будет? А кто вас поддержал вот на тот момент, когда вы после аварии ушли, да, со сцены, то есть у вас же какой-то период не было? Сильно такой помощи у меня не было. На тот момент всё, какие-то были сбережения, они ушли. Да, и вот... Коллеги вас не поддержали на тот момент? Ну как, коллеги, те, которые работают со мной, они, конечно же, и морально, и так поддерживали. Но я как-то, ну, я не старалась просить. Ну, это же очевидно, что помощь нуждают. Я же лежала два месяца, три месяца в больнице, да? И был момент, когда ко мне приходили артисты. Каждый как-то хотел прийти и проведать. Вот здесь и проверяется. И получилось так, что те люди, с которыми я говорил, здрасте, до свидания, этих людей было больше. А те люди, с которыми... Вы были ближе? Ближе. Не один, как говорится, это как это, литр коньяков выпили там, или водки, и под одной крышей, и хлеб делили, было и такое, да всё. А их почему-то я не дождалась. Потому что прошёл ведьма-слух, кто-то сказал, что у меня не очень, а кто-то сказал, что я не встану. Ну, я думаю, ну, наверное, да. Ну, зато есть люди, которые приходили. Моя мама спрашивала, это приходила, это приходила. Я сказала, нет, а почему не приходила я? А кто приходил? Я говорю, вот-вот-вот, я говорю, Роза Рымбаева. Она говорит, если приходила Роза Рымбаева, ещё из конверта. Кто остальные и так далее. Это моя мама успокоилась. Ну, вот это. Ну, недавно вы и сами поддержали Кайрата Тунзекова, когда он попал... Чем? Там невозможно было поддержать. Историю, да, и его закрыли на 40 суток. Но он справился. Но вы были одной из первых, кто вышел на пресс-конференцию, кто был готов собирать деньги, проводить этот благотворительный концерт. Почему вы решили его поддержать? Вы знаете, я его просто обожаю. Я обожаю этого мальчика, обожаю этот талант. Вы знаете, вот это один из тех артистов, это такая творческая личность, которому исполнилось 27, но в душе он ребёнок, 17. Разве... Я смотрела интервью. Вот как раз он здесь сидел. Я сидела и думала, Кайра, Кайра, о чём ты говоришь? О чём ты... Если бы он позвонил мне и сказал, ай-кей, я еду туда-то, туда-то, я бы сказала... Я бы сказала, наверное, ты должен прийти, сесть посмотреть в камеру и сказать своим зрителям, сказать тем, кто тебя любит, сказать, я не считаю, что этот поступок меня красит. Я хотел бы забыть об этом, как о страшном сне. Я хотел бы, чтобы это не считалось, что это мой рейтинг. Не хотел бы, чтобы именно этот случай поднимал бы не таким путём. Я хотел бы сказать, попросить прощения у всех. Да, и хотел бы, чтобы мой рейтинг поднимался совершенно другими, новыми песнями, вашей любовью ко мне. Мне бы хотелось. Вот я вот как мать, не знаю, вот. Я думаю, ой, Кайра, что ты говоришь? А потом я ещё тогда... Вот в этой пресс-конференции всё то, что мы хотели, было всё перевёрнуто, с ног на голову. Позвонил мне первый человек, это был Ерлан Кокеев. Вот Ерлан Кокеев, это один из тех людей, который... Вот знаете, вот ему до всего есть дело, и ему не всё равно. И вот он один из тех, кто напомнил о том, что мы все разрознены. Вот он позвонил, и я сказала, а ты сможешь туда, ты можешь это. И когда он позвонил на пресс-конференцию, это был вопрос задан, а что вы можете сделать? Можете дать концерт? И там прозвучало так, что мы сможем, если нужно, дать концерт, если это будет нужно. А в прессе появилось, они дадут концерт, они хотят собрать ему 7 миллионов. Кто сказал? Тогда же Нагима сказала, говорит, вы что думаете, артисты-миллионеры? Этого не может быть и не могло быть. И было так с экрана сказано, что Кайрат Тунтиков, может быть, если бы этого не было, может быть, он и не отказался бы от какой-то помощи или от чего-то. А тут получилось, что ему, ой, он как будто бедный, несчастный, он посчитал, что от этого нужно отказаться. Вы знаете, так удивительно, вы всегда старались эпатировать публику своими образами, да? Но при этом вы настолько следите, оказывается, за своей репутацией. Конечно. То есть и для вас она, оказывается, очень многое значит. Да. А вы знаете, мне было приятно, когда бабушки на базаре, бабушки на базаре говорят, и вот при тех словах, которые вы говорите, что эпатировать публику, они говорят, самое наше скромное, это самое лучшее похвало, скромное. Потому что даже бабушки понимают, что сцена – это сцена. Но вот скажите честно, в каком образе вам комфортнее всего? Когда вы женщина вам, или вот вы нежная, романтичная натура? А это от песни. Наверное, всё-таки я внутри нежная, романтичная, просто мне иногда хочется попыть. Но стерва из меня получилась неплохая, помните? Но вы не стерва. Нет. Честно, и стервой не хочу быть. Я могу сыграть роль, а в жизни нет. Потому что меня муж ругает, говорит, ты всех прощаешь. Ты всем всё прощаешь. Для тебя все хорошие, один я плохой. Вот. Я могу видеть, как человек лжёт. Как человек может обещать, но не сделать. И другой человек мог бы просто сказать, что... А я боюсь ему об этом сказать, потому что я уже как-то говорила. Я боюсь, что ему станет неудобно, что я это поняла. Чтобы не ввести, его не поставить в неловкое положение. Но это делают воспитанные, интеллигентные люди обычно. Мне кажется, так. Они никогда не поставят человека в неудобное положение. Чтобы ему неудобно было. Или вот, например, говорю своему мужу, чтобы он был более терпимим. Потому что если человек так сделал, значит, у него больше другого выхода не было. Ну, я желаю вам сил. Я думаю, что ваших сил, вашей энергии хватит ещё на многие-многие годы. Поэтому вам только творческих успехов, чтобы муза никогда вас не покидала. Чтобы записывали новые песни. Ну, денежков тоже пожелайте. Денежков тоже пожелаю. Вы знаете, денежки зависят от ваших поклонников. То есть, я думаю, что поклонники подпитывают ваше творчество. Не только морально, но и материально. Поэтому это закон жизни. И особенно в рыночное время. Я желаю вам творческих успехов. Чтобы всё в вашей жизни было хорошо. Спасибо за интервью. Мы смотрели «Про заму статус-кво». И сегодня у меня в гостях была Айжан Нурмагомбетова. Увидимся в следующий четверг. Всего доброго.